Состоялось расширенное заседание итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан о результатах деятельности дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан в 2022 году и задачах на 2023. Там вице-премьер России Марат Хуснулин раскритиковал главу Нижнекамского района Рамиля Мулина за нормативы по парковкам в городе. Городская земля – это ценный ресурс, который невозможно расходовать необдуманно. На каждую типовую квартиру по закону должно приходиться 1,2 парковочных места. Из них 0,2 – 0,5 в подземных гаражах. Однако невозможно дать всем жителям 10 квадратных метров для машины у работы и дома. Платную парковку возят там, где спрос на места выше предложения. То есть это делают для контроля поездок по городу на машинах и повышение эффективности каждого места. Это никак не зависит от размеров города. В Татарстане проблема автомобилизации, на мой взгляд, стоит достаточно остро. Граждане, приобретая автомобили, совершенно не заботятся о том, где они его будут ставить. Это вот сейчас сиюминутная какая-то прихоть. Мне нужен автомобиль, я хочу быть как все, я хочу передвигаться. Где будет человек, гражданин, автолюбитель его ставить? На ночь, либо на какое-то краткое время, либо около рабочего места, никто не задумывается. Для администрации любого города платные парковки вполне оправданная мера, ведь часть от полученных средств уходит на поддержание уличнодорожной сети. К тому же, такой способ позволяет избавить город от пробок. Но для автомобилистов это действительно большая проблема, ведь многие из них не понимают цели и задач данного процесса. Доходит до того, что жители снимают номера с автомобилей. Это позволяет оставить машину в любом месте, в том числе нарушая правила парковки. Но за такие действия предусмотрена административная ответственность, если сотрудники ГИБДД докажут умысел в действиях водителя. В Татарстане штраф за парковку в неположенном месте предусмотрен кодексом об административных правонарушениях с республики Татарстан, составляет он 500 рублей. Штраф за неуплату, неоплату парковочного места составляет 2500 рублей. Предусмотрена ответственность за указанное деяние статьей 3.16 КОАП РТ. Людям нужно перемещаться по городу, но выбор средств для этого зависит от политики города. Поэтому проекты создания платных парковок должны идти параллельно с реформой общественного транспорта. Например, созданием выделенных полос, отменой маршруток, введением перехватывающих парковок на подъездах к городу и так далее. Варианты решения этой проблемы. Наверное, эффективность парковок надо все-таки увеличивать. И во-вторых, наверное, все-таки повышение уровня стоимости парковки автоматически заставит будущего автовладельца или уже нынешнего автовладельца задуматься о том, где он будет все-таки машину ставить. По словам вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснулина, Россия не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место. Поэтому стоит проанализировать каждый город и определить норматив по парковочным местам. Иначе данное положение может привести к гарантированным пробкам на всю оставшуюся жизнь. Регина Табрисова, Алина Красильникова, Универньюз.